На протяжении нескольких лет сложилась традиция выступления группы Хим в новогоднюю ночь в культовом хельсинском клубе Тавастия. Но как-то Вилли Валла решил превратить эти выступления в полноценный трехдневный фестиваль с участием нескольких финских групп. В 2009 году фестиваль прирос еще одним днем и проходил уже 4 дня. Дело в том, что когда мы начинали играть, мы ощущали много различных влияний на музыку и на нас. Поэтому людям иногда сложно было нас отнести к какой-нибудь категории. Некоторые называли нас метал-группой, другие рок-группой, третий готик-группой и так далее. Мы сами никогда не чувствовали себя комфортно в такой ситуации. Может это и звучит банально, но мы решили создать новую категорию для себя и своей музыки. Так я придумал это название, Love Metal. И оно неплохо на мой взгляд работает, хотя мы пока не имеем своей собственной секции Love Metal в магазинах, где продаются диски. Мы только как-то раз репетировали какие-то новые вещи. Альбом будет ближе к Love Metal, более тяжелый, чем Dark Life. Такая наша идея сделать альбом ближе к звучанию, например, Queen или Metallica. Нечто в этом духе. По крайней мере это то, что мы сейчас обсуждаем. Многие теряют этот некий живой элемент в альбомах. Наш следующий альбом будет не только более тяжелый, но и более сырым, резким. Ближе, скажем так, к концертному звучанию. Вот такая в целом идея создать эдакий концертно-студийный альбом. Моя лирика и мое отношение к любви и смерти, ну, это скорее как альфа и омега. Начало и конец. Когда что-нибудь начинается, что-нибудь хорошее, ты должен понимать, что этому рано или поздно наступит конец. И надо благодарно воспринимать то, что тебе дается. Такова в целом идея, лежащая в основе этой метафоры. То есть я имею в виду смерть не в физическом смысле, а смерть эмоций, смерть ситуации. Да, конечно, со временем я многое понял и многое пережил и в любви, и в других человеческих взаимоотношениях. Это повлияло на мое отношение к смерти, но по-прежнему мое отношение более философское и поэтическое. То есть, опять же, как к началу и концу чего-либо. Здесь, в Финляндии. Мы все действительно друг друга знаем и близки друг к другу. Мы ни с кем ни за что не воюем, не мешаем друг другу. И все делают свое дело. Например, Расмус играет более поп-рок, Найтвиш играет свой оперный металл, Стартоварис играет свое, мы свое. Каждый играет свою музыку. И у нас нет конкуренции. Мы рады успехам друг другу. И все хорошо друг к другу относятся, что очень хорошо для музыкантов и положительно влияет на музыку. Субтитры делал DimaTorzok И наша постоянная рубрика без комментариев. Валерий Гаина. Ну, кто не знает этого гитариста и виртуоза, который в далеких 80-х основал, можно так сказать, первую советскую трэш-группу европейского уровня. Круиз. Круиз образца 90-х наделал много шума в Европе, но из-за советского бюрократизма группа не смогла реализовать все свои планы. Много воды утихло с тех пор. Валерий Гаина уезжал жить в Америку, сейчас он возвратился в Россию и продолжает заниматься музыкой. И вот спустя почти 15 лет мы снова слышим в Москве как старые песни Круиз, так и новые песни Гаина. Эх, молдый, куда ушла? Эх, молдый, куда ушла? Эх, молдый, куда ушла? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!